Слава Украине! Город и слава! Друзья, зараз нас смотрит вся окраина. И зараз нас смотрят хлопцы, которые сидят за охранами в Мариупольском СИЗО. В Донецкой области, рядом с теми, кто приводил русский мир на нашу землю в 2014 году. Я хочу, прежде всего, обратиться к ним. Я хочу обратиться к подполковнику Национальной гвардии, второму командиру Патриона Донбасса Анатолию Виногродскому, который почти в 60 лет в 2014 году пошел добровольцам на фронт, который попал в котел под Иловайском, не сдался в плен, пробился с боевой группой, уничтожил. Уничтожил врагов, который потом не поддался паническим настроениям, который смог вместе с нами возродить Донбасс. Всю зиму 2015-го, весь 2016-й год, они держали фронт на Бахмутовской трассе, в Широгино. Они отвергали все попытки их подкупить, чтобы поддержать контрабанду, чтобы помочь обогащаться прокурорам, помочь обогащаться полицейским начальникам. Они ни копейки не взяли себе. Я обращаюсь к Леониду Виктиненко, к посылу НойПЕК, к добровольцу АУМ, человеку, который родился на Донбассе, который, несмотря на все то, что ему вливали в голову, сразу выбрал Украину, который воевал, я обращаюсь к Александру Новикову, который тоже родился на Донбассе, который с 2014-го года участвовал во всех боях, был ранен и показывал каждым своим поступком, что Донбасс это не это прихливая свалота, не Батаролы, не Гиви, не все эти таксванные трактористы, не Путин, а что Донбасс это Украина. И сейчас эти люди, они не сидели дома с детьми, хотя они имеют такое право, они воевали кто-два, кто-два с половиной года. Они вышли сначала защищать киевлян от титушек, когда били людей, которые выступали за то, чтобы были слюнные насаждения в городе, за то, чтобы не было незаконного строительства. Флотцы вышли и в начале этого года возглавили блокаду торговли с оккупантами на Донбассе. Минус 27 градусов, спецпризначенцы, ки-ки, сплошная брехня. И хлопцы выстояли, они заставили Порошенко признать факт торговли с ворогом. И это было остановлено в том числе указом президента, потому что не было другого выхода. Эти хлопцы первыми вышли вместе со всеми людьми на площадь Конституции. Они вместе с теми их побратимыми, которые стоят вот здесь сейчас, отбили все атаки спецпризначенцев. И когда нам говорят... Слава, герои! Слава, герои! Когда говорится, шкиряки, кивы, аваковы о том, что они не будут нас разгонять, они лукавят. Они не могут нас разогнать, потому что самим им страшно. А против хлопцев, против ветеранов Беркут не выходит. А нормальные хлопцы-насквардейцы не участвуют в этом. И они прекрасно понимают, на чьей стороне правда. Сейчас эти хлопцы сидят в Мариупольском СИЗО. Точно так же, как Михаил Саакашвили находится в СИЗО СБУ. И я хочу обратиться к ним всем. Не просто со словами поддержки, а с обещанием. Хлопцы, очень скоро вы выйдете, а на ваше место сядет Порошенко, сядет Гилетей, сядет Луценко, сядет вся банда. Правильно! Правильно! Друзья! Парктугей! 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 Я хочу повернуться до тех людей, которые прошли фронт, и для тех, кто поддерживал фронт в тылу. Тем, кто был на Майдане, и тем, кто просто сочувствовал. Друзья, никакой банды-геть уже не требует. Банда должна сидеть. Ни один человек не должен покинуть территорию Украины, чтобы потом на украденные деньги спонсировать новых террористов. А кто этим будет заниматься? Кто будет перекрывать аэропорты? Кто будет помогать Национальному антиграционному бюро тащить Ахмедова, Медведчука, Порошенко, всю эту банду в тюрьму? Кто будет помогать нашим справедливым силам и полиции останавливать путинских террористов, если не попытаются помочь Порошенко и организовать теракты? Кто в будущем будет разыскивать тех, кто успел сбежать до этого по всему миру, арестовывать, привозить сюда, обеспечить договоры суда, возвращать награбленные народу? Кто станет будущей спецслужбой, будущей элитой в армии? Кто станет будущим, займет то место, которое им по праву положено? Добровольцы! Как вот хлопцы-добровольцы! Не сидите, не ждите! Сейчас вот там, возле Верховной Рады, ваши попротивы с Донбасса, ваши попротивы с Айдара, со сбройных сил, попротивы с батареонов полиции, не только отбивают атаки спецназначенцев, они формируют новую добровольственную армию вызвания Краины, чтобы переход власти от предателей и коррупционеров к народу состоялся максимально быстро и бескровно. Подходьте туда, мобилизуйтесь, вставайте рядом. И остальные. Друзья, я хочу свернуться до низших добровольцев, которых мы все и поважаемо, которые тоже прошли фронт, но которые не с нами. Прежде всего, я хочу свернуться до Дмитра Яроша. Я отношусь к нему как к воину, я уважаю весь правый сектор. Но, друзья, сейчас очень многие говорят, что правда только на фронте, что там борьба за власть, что там борьба всех против всех, и что мы, требуя закона в стране, якобы руинуем Украину. Друзья, сейчас здесь строится не Украина. Порошенко со странными предателями строит Малороссию. И никогда Малороссия не может победить в битве с Москвой. Это может сделать только Украина. Это доказано Яловайском. Это доказано Дебайцево. Это доказано Липецком. Это доказано расследованием по небесной сотне, которое до сих пор не прошло. Это доказано первыми местами в списке самых корруппированных стран. Это доказано смеющимися Ахмедовым, Медведчуком. Это доказано тысячами добровольцев, которые находятся сейчас в СИЗО и на нарах. Пока мы не закончим здесь и не начнем и не проведем очищение власти, мы никакую Украину построить не сможем. Победа в Крыму, победа на Донбассе лежит через победу вот здесь, на Печорских холмах. И никак иначе. Поэтому, друзья, сейчас не время ссориться, выяснять, кто больше хейтмах. Сейчас время спасать Украину. Руси, добровольцы, вставайте все поручь и разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Субтитры создавал DimaTorzok